В течение осенних каникул славянские школьники не только отдыхали, но и активно развивались. Участвовали в соревнованиях и турнирах. Для ребят, увлекающихся туризмом, были проведены открытые районные соревнования по спортивному ориентированию и скалолазанию. Туризм, каникулы, нон-стоп. Подробности в следующем материале выпуска. В районных соревнованиях по спортивному ориентированию, туризму и скалолазанию приняли участие более 100 ребят из школ города и района. Большинство из них этим видом спорта занимаются профессионально, но были и те, кто впервые пробовал себя в туристских состязаниях. Например, ребята из 14-й школы хутора Прикубанского. Соревнования проходили в течение трёх дней. Каждый день у нас будет по две дистанции. Одна дистанция туризма и скалолазания, либо туризма и ориентирования. Вот в таком формате. Итог подводится у нас по участию во всех трёх днях. Нужно занять как можно выше места. Суммируются места. И чем меньше в итоге получается цифра, тем в итоге он протоколит и окажется выше. То есть по сумме мест, занятых во всех дисциплинах за все три дня. Стартовали соревнования в спортивной школе «Белая ладья». Начались они со спортивного ориентирования. Ребятам необходимо было, используя карту, найти установленные пункты с помощью чипа, зафиксировать там своё местонахождение. Это чип. Это когда каждый стоит вот такие вот деревянные треугольники, их надо отмечать. То есть, ну, когда отмечаешь, то есть оно засчитывается и по порядку идёт, и тем самым, ну, почистываются баллы, время и определяется место. В спортивном ориентировании победит тот, кто за наименьшее время пройдёт весь маршрут. Дмитрий Демьяненко из 14-й школы «Хутро Прикубанского» спортивным туризмом занимается уже два года. Опыт и хорошая физическая форма помогут ему занять призовые места, уверен спортсмен. Я думаю, у меня в этот раз всё удастся. В этих соревнованиях уже три этапа даются. Как бы ездили в Краснодар вот недавно. Там тяжело было. Тут как бы своя местность, можно всё узнать, как бы всё знаешь. Вот. Боевой дух у меня. Надо победить. Второй день соревнований также начался со спортивного ориентирования, но уже на городском стадионе. После ребятам необходимо было продемонстрировать свои умения на скалодроме. Внимание! Ларш! К слову, это спортивное сооружение на стадионе было установлено совсем недавно. Приобретено оно было при помощи депутата ЗСК Виктора Чернявского. Теперь попробовать свои силы в спортивном туризме смогут не только профессиональные спортсмены, но и все желающие. По итогам всех соревновательных дней в четырёх возрастных группах среди мальчиков и девочек были определены победители. Ребятам, занявшим первые, вторые и третьи места, вручили грамоты и медали. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События». Ребятам, занявшим первые, вторые и третьи места.